Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Запрещенное оружие оккупантов, снаряд боевиков оставил гигантскую воронку в Авдиевке. Об этом сообщил фейсбук-спикер штаба АТО Антон Миронович. Образовалась яма глубиной в 3 метра и 7 метров в ширину. Такой след мог остаться после 120-мм мины или реактивного снаряда от переносной реактивной системы ГРАД. Оба вида оружия запрещены минскими договоренностями. В момент обстрела украинские военные находились в нескольких метрах от эпицентра. К счастью, никто не пострадал. Решение конфликта на востоке Украины в интересах России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, особого прорыва в вопросе конфликта на Донбассе стороны не достигли, но встреча важна для того, чтобы избежать катастрофы в будущем. Сейчас готовится встреча нормандской четверки на уровне глав государств. Мы работаем над тем, чтобы переговоры в нормандском формате с участием новоизбранного президента Франции прошли перед парламентскими выборами в его стране. И надеемся, что контакты на уровне глав Германии, России, Украины и Франции продолжатся до решения конфликта. В оккупированном Крыму находится 60 тысяч российских военных. Такую цифру обнародовали эксперты фонда «Майдан иностранных дел». В перспективе Кремль планирует увеличить это число вдвое до 120 тысяч. Также эксперты отмечают высокую вероятность размещения на полуострове ядерных боеголовок для морских и береговых ракетных комплексов. Украина должна быть на повестке дня Совета безопасности ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Витальд Ващиковский. Именно Польша в следующем году заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН. Ващиковский отметил, его страна не боится значительных вызовов, будет действовать глобально, а также примет участие в реформировании ООН, чтобы организация в целом была более влиятельной в мире. Напомню, непостоянные члены Совбеза ООН избираются на двухлетний срок. Украина заняла эту позицию в 2016-м. «Конечно, мы будем заниматься вопросами, которые касаются стран далеко за пределами Польши. Но мы в любом случае не будем забывать о проблеме у нас по соседству. Это конфликт между Россией и Украиной. Данный вопрос станет ключевым на нашей повестке дня». Не сезон. В этом году оккупированный Крым недосчитается более миллиона отдыхающих, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Объясняют такую тенденцию якобы открытием турецких пляжей для россиян. Украинские пограничники подтверждают подобную тенденцию и подчеркивают, с каждым годом уменьшается количество украинцев, посещающих Крым. Счет идет на сотни тысяч. Собственники отелей и местные бизнесмены говорят, на крымских пляжах немноголюдно до 100 отдыхающих. Новый теракт в столице Афганистана. От двух взрывов погибли два человека. По меньшей мере, 18 получили ранения. По словам очевидцев, бомбы взорвались после окончания молитвы на похоронах сына заместителя Сената. Он погиб во время столкновений между жителями Кабула и полиции. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, действующих в стране. Ранее террористическая организация «Исламское государство» взорвала грузовик в дипломатическом квартале Кабула. Тогда погибло около 90 человек. Законопроект о легализации оружия. Его должны презентовать уже осенью, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире Пятого канала. Нардеп подчеркнул, для безопасной легализации необходимо определить категории людей, которые смогут иметь оружие. В первую очередь это те, кто без замечаний служил в армии, нацполиции и других силовых структурах. Вопрос легализации оружия в Украине периодически поднимается с 2015 года. Сервисы, которые облегчают жизнь стартапера из семи регионов Украины, создали 12 сервисов, которые улучшат жизнь местных жителей. IT-проекты представили в Киеве. Среди них автоматизированная система управления городских многоэтажек, сайты платформы по мониторингу состояния детских спортивных площадок и учебных заведений, мобильные приложения, принимающие жалобы на агрессивное вождение. Также разработан IT-сервис для туристов. Тестовые стартапы запустили в Днепре и Ивано-Франковске. Правительство освободило студентов-медиков от отработок. Соответствующее постановление принял Кабмин. Обязательное трудоустройство для студентов других специальностей отменили еще в прошлом году. Ранее бюджетники должны были отработать три года на предприятии, куда их направляли после окончания учебы. В противном случае студент был вынужден вернуть всю сумму за обучение. Помощь друзей для исполнения мечты. Львовянин с инвалидностью покорил на спецколяске самую высокую точку Украины. Иван Маслюк отправился на Гаверлу вместе с компанией друзей. Они несли коляску. Помогли парню исполнить его давнюю мечту. Молодые ребята не впервые оказывают такую помощь людям с инвалидностью. Участники инициативы рассказывают, если нет возможности передвигаться самостоятельно, это не повод сдаваться. Летом команда осуществит более 10 выездов в горы. Летом посоревноваться в зимних видах спорта. Олимпийский день прошел в Киеве. Тема мероприятия в этом году – зимние Олимпийские игры в Корее. Все подробности в сюжете. На площади возле НСК Олимпийский всежелающие могут не только посмотреть на представленные виды спорта и выступления юных спортсменов, но и попробовать себя в приглянувшемся виде. Начинающую теннисистку Машу заинтересовал биатлон. Стреляла из профессионального ружья и довольно метко. Мне понравилось. Я попала только в одну мишу, но мне все равно понравилось. Я просто очень сама люблю спорт и очень люблю активные игры. И поэтому мне понравилось. Олимпийский день – это еще и повод вживую пообщаться со своими кумирами. Известные олимпийцы проводят автограф-сессии, судят конкурсы, фотографируются со всеми желающими и делятся планами на будущее. Получить удовольствие, подарить удовольствие детям – я думаю, это самое главное. Завтра улечу на отдых, вернусь через 10 дней и сразу в работу. Сразу готовиться на универсиаду и на мир. Пока мы здесь стояли, уже несколько детей подошло и попросилось к нам в группу. Это очень важно. И мы с радостью принимаем детей. Это не первый раз, когда я прихожу на это мероприятие. Это очень круто, потому что очень много детей собирается, очень много людей, которые узнают украинский спорт, украинский спортсмен. Один из самых ярких конкурсов – флэшбоп для команд. Выиграли ребята из Национальной академии внутренних дел. В борьбе за первое место они опередили артековцев и легкоатлетическую сборную. Признаются, спортивная подготовка – важная часть их учебного процесса. Мы очень все спортивные. У нас зарядка каждое божье утро. И даже в субботу и в воскресенье мы бегаем по 3 километра каждый день, каждое утро. И действительно, все живут спортом. У нас много чемпионов мира, чемпионов Украины. Лично я занималась легкой атлетикой чуть-чуть, ну а сейчас я больше в танцы пошла. Главное событие Олимпийского дня – традиционный забег. Тысячу метров легкоатлетическими дорожками стадиона пробежало более 4,5 тысяч участников. Победителя, согласно традиции, не определяли. Все получили подарки и заряд хорошего настроения. Задумка организаторов – воссоздать атмосферу Олимпийской деревни, где спортсменов разных стран и вероисповеданий объединяет общая любовь к спорту. Вот такой пример мы хотели бы показывать здесь у нас на Украине, проводя вот такого рода мероприятия, как Олимпийский урок, Олимпийский день, что не навязывает никаких обязательств. Просто предлагается – пойди, посмотри, сам попробуй. Может быть, у тебя появится возможность стать олимпийским чемпионом в будущем. Помимо Киева Олимпийский день проходит и во многих других городах Украины. Служит идеям Олимпийского движения. Дарит дух свободы, мирного соревнования и физического совершенствования. Елена Дидух, Андрей Павлынев, UATV. Спасибо, что открываете для себя Украину вместе с нами. Оставайтесь с UATV. Больше расскажем в следующем выпуске новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok